здравствуйте дорогие друзья сегодня напишем очередной осенний пейзаж решил в начале видео показать саму фактуру чтобы вам было проще понять насколько фактурно я все это делал обратите внимание на видео где написано качество 2к вот там более натуральные оттенки к сожалению не могу снимать в таком качестве на нем мало памяти поэтому 2к мне очень сложно снимать постараюсь в ближайшее время купить лучше телефон либо камеру чтобы вам было максимально хорошо все видно все в деталях всем приятного просмотра друзья здравствуйте дорогие друзья всем доброго времени суток сегодня напишем очередной осенний пейзаж 25 на 30 холст давайте сразу краски небесная голубая это индиго кадмий красный темный кадмий желтый темный кадмий желтый светлый краплак умбра жена фиолетовая как вспомогательная изумрудная и зелено травяная и титановые белила я для себя поделил где у нас желтые участки где земля мне так проще я пятнами все это расставлю и будет намного проще доработать до первого дерева если у вас такой холст 3 сантиметра до первого дерева до вот этого большого дерева снова таки три сантиметра здесь дальше срединки 11 сантиметров вот так и до центра 5 но здесь уже когда основное расставили и вот здесь 9 да вот этого и вот так 7 здесь сантиметр выше проходим сюда доходим до дерева но здесь мелочушку расставляем вот здесь от начала дерева до верхушки но здесь выше ниже ну да вот это верхушки 10 сантиметров я нам еще допустим можно пятнышки вот эту область не нужно трогать где-то вот здесь будет массив листьев вот это закроет вот так вот так но хотя бы примерно между ними можно будет закрасить чуть-чуть небо ну либо небо можно потом чуть-чуть добавить возить и листья берем белилки небесная голубая у меня есть вверх вот такой яркий насыщенный я первый слой сделаю пореже быстро набросаю книзу больше белилок можно капельку теплоты взять краплак розовый побольше белилок и потеплее просто закрасить вот так пока у нас есть такой оттенок закрасим там где есть водичка вот так будет отражение деревьев местами темнее голубая фц возьму капельку чтобы водичка слегка темнее было где есть больше с белилками можно сразу наметить чуть-чуть возьму другую кисть ровной кистью допустим вот такая ровная кисть но это слишком большой номер ну поменьше номер если взять можно такой делать слегка зеленоватая возьмем зеленую камни желтый и капельку красного вот это где зеленая вот таким набросать цветом без деталей просто вот так закрашу ближе к низу больше желтого берем слой небольшой делаем выходим сюда беру больше красного сюда же подмешиваем слегка больше желтого добавлю желтовато-коричневатый и у нас вот здесь есть такой цвет будем полностью по всей картине работать где видим такие оттенки которые нам подходят сразу проставляем их больше желтого снова возьму этот же замес на больше желтый на кадме желтый светлый взять с вот этим коричневатым вот здесь слегка светлее вот здесь две верхушечки посветлее возьму белила цвет неба желтый добавлю вот этот цвет что мы делали и вот здесь разбеленный зеленый дальний план изумрудная разбеленная холодноватый цвет вот здесь и у самого края еще более разбелено самый край горизонта поэтому еще более мелкой кистью доработаем разбеленный желтый книзу желтый можно с изумрудным подми желтый светлый изумрудную вот здесь тоже зеленоватый цвет и не стараюсь прописывать сразу листочки и вот такими пятнами все расставлю вот здесь в тени возьму изумрудную можно фиолетовый взять темный зеленый ближе к низу еще больше фиолетовый добавлю еще более темный изумрудный можно с голубой краской изумрудная с голубой краской вот здесь хорошо вытереть кисть взять желтый красноватым чуть-чуть зеленого к низу и от здесь тоже зеленоватый вот такой нужен коричневый берем красный снова зеленый вот сюда его кинуть отражение здесь есть такой вот такой желтый голубая желтая светлый зеленый небесно-голубая с желтым капельку можно изумрудная добавить где у нас здесь есть зеленая изумрудная с голубой камни желтый к верху больше желтого теми же оттенками что делали вверху желтый зеленая травяная допустим либо изумрудная белила отражение вот здесь голубая с изумрудной вот такой насыщенный цвет чуть-чуть сюда зайти зеленая изумрудная кадми желтый такой зеленый пока кинуть на передний план зеленая травяная можно слегка с красноватым где темная травка здесь фиолетовый кинуть и бережок белила кадми желтый можно умбры чуть-чуть добавить создать землянистый цвет закрасить умбра кадми желтый капельку можно кадми красный добавить мазочки ставим по форме но первый слой не столь важно но все равно расставляем где у нас есть земля теперь берем больше кадми желтый можно с розовым либо с кадми красным где у нас вот здесь лежит листва накидать чуть-чуть потемнее кину делаю все по склону у нас ведь вот так выходит она значит вот так мазочки и проставляем другой и здесь желтый с красноватым фиолетовый с вот этим светлым чуть-чуть такого кинуть и на бережок и вот так чуть-чуть можно листву кинуть кадми желтый можно с краплаком либо с красным потемнее кину вот здесь где будут листики снова таки вот такими пятнышками кисть двоечку взял возьму умбру женную можно с фиолетовым будет темный у этого дерева левая сторона темная пока у нас есть такой темный ставим его везде где он у нас есть теперь этот же цвет с белилками пока сделаем так закрашу остальную часть дерева индиго дает такой слегка синеватый слой делаем неплотный можно дать пусть подсох остальное доработаем так будет проще скорее всего буду продолжать на следующий день уже вечер 20 минут я уделил на это все пока этого достаточно она высохла я ее смазал тройничком кисточкой протер и ветошь и вытер обычной тряпочкой лишнее убрал на ней остался микрослой нам этого достаточно теперь нужно докидать небо разбавляю тройничком возьму мне есть небесно голубая можете голубой фц разбавлять капельку с белилками вверх чуть-чуть сделаю темнее книзу больше белилок в принципе мы так делали на первом сеансе просто сейчас разбавляем краску более густенько корректируем оттенки ближе к низу больше белилок добавляем розовый можно и вверху добавлять тоже чуть-чуть розовый для такого интересного оттенка на розовый нужно чуть 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 совсем так закрасить небо хорошо вытираем кисть можно капельку промыть желательно желательно чтобы у вас было две емкости в одной это тройничок у меня в другой это просто white spirit я там слегка промываю кисть теперь снова беру тройничок разбавляем белилки добавим красного можно оранжевый кстати краски индига кадми красный любой темный светлый это оранжевый это кадми желтый светлый это краплак красный это марс оранжевый прозрачный это зеленая травяная голубая и титановые белила книзу у нас вот такие тепленький облачка и не только к низу теперь проставляем облака где у нас есть облачка вставляем вниз растушевываем вот таких небольших по добавляем некоторые слегка побольше одни больше другие меньше и если нужно более прозрачные облака больше растушевываем можно даже слегка теплее взять кадми красный, кадми оранжевый или кадми желтый, кадми красный, слегка теплее, более солнечные, маленьких таких подобавлять, здесь растительность будет, ну пусть где-то домелькают, где просветы неба, тоже добавляем облачка, вытираем кисть, голубая и зеленая травяная, самый задний план, можно капельку индиго, такое чтобы капельку потемнее было индиго добавил, индиго это тоже темная краска, темно-синяя, теперь нам нужно все с белилками дальний план, зеленую возьмем, сюда добавить оранжевую, такое у нас поближе, еще ближе можно еще больше оранжевой, вот здесь такой оранжевый кустик, оранжевый с зеленой можно, вот здесь больше в зеленую сторону, цвет неба, допустим кадми желтый, и еще больше белилок, где бережочек, вот такое посветлее, и это горизонтально, здесь такого можно кинуть, зеленая травяная, снова таки с цветом неба, такой холодный зеленый, уходя сюда, больше взял небесно-голубой, и вот таким зеленый, с небесно-голубой, можно вот здесь, понад краем, бережок выделить, потом взять цвет неба, светлый, здесь выделить, и вот это разбить таким светлым, можно здесь чуть-чуть, взял кисть двоечку, ровная кисть, возьму марс оранжевый, и капельку краплака, белилок, с зеленым сделаю слегка темнее, чуть-чуть зеленого добавим, чтобы получился такой теневой цвет, книзу побольше краплака и марса, аккуратненько заходим на небо, здесь нужно оранжевый добавить кверху, капельку светлее, здесь такой оттенок, и можно сразу его сюда кинуть, просто вот так вертикально закрасить, здесь, здесь есть, выходим сюда, беру больше оранжевого и добавляю, здесь еще светлее, видите, я так прихлопываю, остаются такие мазочки от кисти, рыхловатые, красочку разбавляю слегка, чтобы более рыхло было, здесь еще более светлое, можно взять цвет неба, добавить, вот эта часть еще светлее, можно даже капельку белилок, самая темная можно взять, добавлю фиолетовый, фиолетовый можно с красным, чуть-чуть индиго, где самая темная, здесь больше с зеленым низ, капельку светлее, вот здесь, те же оттенки, добавил чуть-чуть зеленого, и белилок, вытру кисть, возьму зеленую травяную, здесь темная зелень, и вот здесь, можно капельку с фиолетовым белилок, или голубой уфц, здесь темная зелень, вытираем кисть, кадмий желтый, зеленая травяная, вот здесь такая зелень, выходим на небо, она получится еще светлее, потому что она подмешается, можно больше желтого взять, где вверх, более светлого докидать, снова взять вот эту зелень с желтым, чуть-чуть выходим на небо, вытираем, берем оранжевый, вот этот цвет, больше в сторону оранжевого, и вот такие верхушки показываем, можно здесь, чуть выше, и те же цвета, что делали, больше краб лока туда добавил, вот здесь пройти, вот эту часть, здесь можно больше с желтым краешек, то есть те же оттенки накидываем, здесь вот этот цвет подмешаю с зеленым, получится что-то среднее, не настолько темное, так легонечко выходим, здесь верхушечка, здесь верхушечка, здесь можно салатовый кинуть чуть-чуть, в общем вот такое отражение, да и кстати бывает забываю сказать, вот это темное, стараемся делать менее пастозно, то есть не настолько густо, либо вот так взять разгладить, можно эту же кисть помыть, берем темный цвет неба, розовинку, чуть-чуть розовинку, такими горизонтальными полосочками, добавлю слегка потемнее, ближе к нам можно слегка светлее, чуть-чуть больше белилок, вот сюда зайду, возьму больше розовинки, получится больше в сторону фиолетовой краски, теперь возьму кисть двоечку, вот такой как белочка, тот же цвет, добавляем больше белилок, смотрим где у нас есть побольше светлой краски, где облачко, вот здесь у края тоже посветлее, ну то есть отражение, точно как небо, точно так и водичку, к горизонту, делаем светлее, и здесь вот такие небольшие пятнышки, тоже вот таким светло-синеватым, и вот так лишнее убрать, вот такими небольшими мазочками горизонтальными, показать, что водичка зашла, такая рябь, на вот этом отражении, возле бережка, чтобы краски слишком много не было, иначе она будет закрашивать слишком плотно, и перекроет все отражение, вот слишком жирные мазочки, набрали краску, можете слегка даже ее стереть, а потом по литру слегка вытереть кисть, убрать лишнее, а потом проставлять, да пройду водичку, здесь светлее у нас, вот такие горизонтальные движения, все равно все не закрашиваю, оставляю просветы, ближе к низу больше розовинку беру, вот такое, облачка, они у нас тепленькие, поэтому нужно больше розовинку, взять вот такую кисть, любую сухую, даже можно сначала сделать вертикально, очень-очень легонечко прикасаемся, и потом горизонтально, для большего ощущения, что это водичка, видите, оно становится такое мягенькое, больше похоже, что это отражение водички, нежно становится, сильно не давите, так слегка, вот эту растительность, в принципе, оттенки похожие, какую-то вот такую, ей тоже будет удобно, вот такой формат нужен кисти, чтобы ворс не слишком длинный, и более упругий, вот такая синтетика не получится, она будет слишком мягкая, будет гладко получаться, фактуру листьев не даст, нам, в принципе, подходит вот этот цвет, сначала нужно темное сделать, давайте зеленое, и цвет неба, небесно-голубая, вот здесь закрасить, больше зеленой, где потемнее, вот здесь есть такое, вот здесь есть очень темное, чуть-чуть с фиолетовым взял, теперь нам нужно взять оранжевую краску, зеленую, это где, вот здесь есть зеленая, но она менее темная, сюда можно накидать такое, видите, когда я выхожу наверх, сама кисть оставляет похожие на листики, мазочки, именно поэтому нужна вот такая кисть, здесь вот такой цвет, марс оранжевый, оранжевая, можно теплее чуть-чуть сделать, красного добавить, и где есть такой оттенок, находим, проставляем, здесь больше желтого, значит, в этот же замес можно больше желтого берем, сначала можно темного кинуть, и потом вот такой посветлее, но сначала нужно все равно кинуть марс оранжевый, краплак, вот такое теплое, потом больше желтого, и вот так, не все закрашивая, добавляем ярче, то есть сначала все равно нужно проставить потемнее, потом идем к светлому, вот эта часть больше оранжевой, вот что мы делали замес, потеплее, но можно сразу было кинуть вот такой темный, больше зеленый, оранжевый, фиолетовая, зеленая, вот здесь, где темная, здесь тоже чуть-чуть темного есть, здесь деревья темные будут еще, чуть-чуть добавлю такого темного, в принципе, вот мы вот этот цвет делали, вот здесь он будет вот такой потемнее, потом вот этот светлее, такие же цвета, вот здесь единственное, что желтый, можно марс оранжевый, желтый, капельку зеленого, такой посветлее, можно даже капельку белилок, видите, я все не закрашиваю, оставляю вот такими небольшими пятнышками, вот видео я рисовал там домик, там тоже хорошо объясняю, более детально за вот эти пятнышки, как их расставить, вот так все пройти нужно, просто чуть-чуть темнее, чуть-чуть светлее, добавляем тот же замес, нужно светлее, больше желтого, можно даже белилками делать светлее, и расставить все, можно желтый с небесно-голубой, такой яркий зеленый, и, кстати, небесно-голубая, желтый, светлый, вот здесь яркая зелень, вот такой цвет будет, можно даже их слегка потом сделать с белилками, и добавить вот такой яркости, здесь чуть-чуть такого, но более зеленого, больше небесно-голубой, нежели желтого, здесь можно зеленую травяную, она будет темнее, нужно темнее, добавляем больше зеленой травяной, можно даже слегка с фиолетовым, здесь зеленая травяная, можно капельку с оранжевым, зеленая травяная, зеленовато-коричневатая получится, более теплая, потом вот этот цвет, небесно-голубую взять, с оранжевым, вот такой цвет, ну и здесь тоже, где зеленая, такие цвета, яркие это салатневые, больше со светлым желтым, нужно более светлые, добавляем соотношение, больше желтого, нежели голубой краски, будет получаться, такой ярко-салатневый цвет, сейчас пробегу вот эту зелень, в общем вы поняли, здесь сначала темнее, потом кадми желтый, с розовой можно, а можно с оранжевым, такие яркие, насыщенные листики, и стараемся все не закрасить, делаю плотненько, к низу можно взять больше, коричневатой краски, слегка потемнее, и здесь такой, в принципе это вот такие оттенки, и вот здесь можно такое добавить, чуть-чуть, сразу зеленоватое кинули, чуть-чуть вот такого, коричневатого, а на низ можно, снова больше, желтый, светлый, капельку с зеленым, видите, я вот так краску разбавил, до такой сметанной массы, набрал и слегка взбил, чтобы кистица так как бы распушилась, и от нее остаются вот такие тогда мазочки, будто бы много листиков, главное сильно редко не разбавляйте, иначе оно будет как водянистыми пятнами, будет неправильно, кверху больше зелени, оттенки вот такие, и сейчас еще самый верх, здесь можно более светлым, такой же оттенок, но больше желтого, допустим светлее, а вот эту часть, небесно-голубая, карми желтый, вот такой, светло-зеленоватый, если нужно, темного можно добавить, фиолетовая, зеленая, травяная, заодно выделяем, где нам нужно темное, показать, пятнышки, той же кистью, и здесь выделить темные пятнышки, потом взять кисть единичку, вот такие кривые стволы, теперь взял вот такую кисть, щетинка ровная, белила, коричневатый, розовый с синим, можно капельку индиго, для такой, резковатой, вот где, вот здесь серые цвета, можно даже больше будет взять индиго, где темные, такие серые, в основном, вот такой, с коричневым, тепловатый, коричневатый цвет, закрасить, таким, сначала темнее, потом чуть больше белилок, вот таким серым, нужный, если видим, что вот здесь желтое, значит, с желтым делаем, здесь больше белилок, белила с желтым, или с оранжевым, а здесь вот такие, сразу можете темным проставить, снова такие, главное, очень важно, делайте по форме, сначала потемнее добавляем, потом слегка светлее, и мазочек плотный, пусть вот такие полосочки остаются, вот допустим, видите, здесь я спустился к низу, здесь более горизонтально, это важно, когда накидаем травку, можно именно травку взять, и вытянуть на землю, допустим, вот у нас зеленый, мы берем, можно сразу сделать, вот так, понакидывать травку, тоже мазочек поплотнее делаем, и потом просто, вот так слегка, затянуть кверху, да именно ту краску, которую нанесли, ну можно добавить, чтобы на кисти было, можно так сделать, можно вот так нанесли, и потом слегка вытягиваем, здесь больше оранжевой, то есть оттенки земли, вот такие тепловатые, сероватые, что я говорил, с индиго добавляем, потом больше белилок, все равно тепленько, но больше белилок, и отдельные участки, где самое светлое, добавить, листва, в принципе, теневое, как мы делали, вот это, вот такую можно ровную кисть взять, коричневая, с зеленым, и оранжевую можно, и вот так, проставить, можно здесь, попроставлять, где у нас есть, такие листики, более темным, теневое, расставить, темное делаем, не слишком пастозно, оранжевый с красным, делаю, вот такая, как сметанка, хорошо набираю краску на кисть, слишком детально, на таком формате не получится, чуть-чуть хотя бы вырисовать, на краях, вот такие листики, посмотрите, какие листья у клена, сначала такие, потом больше, кадмия желтого, посветлее, потом с белилками, кадмия желтый, вот такие яркие, проставить, но сначала, естественно, идем от темного, идем к светлому, я слишком вырисовывать их не буду, потому что у меня маленький формат, но вообще, найдите саму фотографию, листиков, потому что, даже на референсе, там тяжело понять, просто чтобы вы понимали, какую примерно форму выводить, не нужно там вырисовывать, прям листик, но если, конечно, у вас будет она очень большая, такая картина, тогда лучше, конечно, вырисовывать, здесь можно больше коричневого взять, потемнее, вот такие поставить, даже можно с индига, где прям черные, либо умбра, жженая у меня есть, вот такое, прям потемнее, скорее всего, я сделаю это, вот этой кистью, от нее тоже, видите, такие мазочки, смотрите, какие остаются, похожи ведь, какие-то листики, вот так и пройду, чтобы не вырисовывать, видите, вот я, у нее слегка изогнуто, видите, край слегка согнутый, я вот именно краешком, взял кисть в руке, прокручиваю, вверх направляю листу, то есть, вот так, кверху, здесь, к низу пошел, вот так, вот так пройду, потому что формат небольшой, мне сложно вырисовать, может на краях, сделаю вот такой, кистью, единичкой, именно, самые края, показать, что это, листики, клёна, и разбавляем, если у вас мягенькая, краска, можете вообще не разбавлять, после темного, хорошо вытираем, берем светлое, светлее, чем кидали теневое, на если мягкое, хорошо набираем краску, и вот такие мазочки оставляем, похожие на листики, как вот здесь, я показывал, такие яркие, желтые, с красным, самое светлое делаем, еще более плотненько, ну и вот это оранжевое, делаем тоже плотно, придется красочку, не пожалеть, ну не нужно, прям, конечно, сантиметровые слои делать, но, яркость, чтобы показать, нужно дать слой, хороший, вот так, видите, оно похоже на массу листвы, и вот здесь, где темное, чуть-чуть добавляем такого, где-то выступают, на них попадает свет, здесь, в основном, темное оставляем, светлое, делаем вот эти, которые открытые, к солнышку, вот так, видите, сначала более оранжеватым, ну, сначала, конечно, проставили темным, потом больше в оранжевую сторону, и теперь, стараюсь, выйти, к еще более светлому, и стараемся все не закрасить, а добавить каждый цвет, чтобы остался цвет тени, и вот такие, яркие листочки, чтобы все не перезакрасить, после темного вытираем, чтобы светлые листики, у нас были более яркие, вот именно набираем чистый цвет, да, оно будет мазаться, но тем не менее, на втором сеансе доработаем, что нам нужно будет, слишком не разбавляем, чтобы краска была, как бы, такая слегка рыхловато, а если слишком много разбавителя будет, оно получится, как водянистые пятнышки, это будет неправильно, вот такая должна быть, она и мягенькая, но и такая, вязкая, тогда она будет хорошо, ложится на наш предыдущий слой, и будет похоже на листочки, смотрим, в какую сторону направлять нам наши листочки, где-то кверху, больше, где-то больше книзу, видите, у меня на кисти много краски, я, грубо говоря, самой краской прикасаюсь, даже не кистью, на ней столько краски, что я прикасаюсь именно краской, главное, старайтесь, похожие мазочки на листики ставить, можно темным перебить, где нужно, видите, вот такая вот мягенькая краска, нам нужно взять коричневую краску, взял кисть двоечку, темная, как и делали, примерно к центру, то есть, стараемся вырисовать, вот такую кору, выходя ближе сюда, берем больше, вытираем кисть, когда выходим от темного, коричневый, белила, индиго, вот здесь такое, оно и темное, но менее темное, нежели с противоположной стороны, здесь больше света, оно будет более светлое, вот так, где у нас есть листва, я даже не буду трогать, сразу вот таким сделать, индиго с коричневым, тоже вырисовать, вот такую кору, нужно потемнее, больше индиго берем, это дерево, темные деревья, просто индиго, розовый, он получится слегка, как бы фиолетовое дерево, и вот эти такие же, и теперь более светлое, нужно аккуратненько, таким же образом, вот так, коротенькими полосочками, вырисовать кору, можно больше красноватого взять, тоже стараемся сделать фактурно, только это скорее всего, делать кистью единичкой, потому что формат небольшой, будет легче, вот такие небольшие, вырисовываем, потренировались на кусочки, потом идем дальше, поярче, потом еще больше белилок, и где самое яркое, еще делаем ярче, если будет нужно, добавим снова темного, чуть-чуть, если нужно, нужно темным еще пройти, значит проходим еще, вырисовываем темным, кору прошли светлым, слишком много закрасили, значит еще раз проходим темным, довырисовываем, какая уже нравится нам фактурка, и вот таким образом нужно пройти все, где в тени, вот здесь, берем краплак и желтый, можно кадмикрасный, слегка с индиго, вот такое, оно теплое, потому что из-за листвы, тень листьев, дает теплоту, теневая от листьев, будет вот такая теплая, листья здесь таким же образом, просто здесь они нависают, а здесь более горизонтально, тоже делаем пастозно, вот здесь, где листочки, чуть-чуть накидал листву, вот здесь нужно взять, если есть фиолетовый, можно капельку розовой, вот эта, которая самая темная, выделить таким, и тень на деревьях тоже, можно фиолетовая, с розовым, чуть-чуть индиго можно, на дерево слегка кинул рефлекс неба, то есть, цвет неба вот сюда, чуть-чуть кинул, вот это тоже, на него чуть-чуть цвета неба кинул, и вот здесь светлый, берем белилки, капельку можно фиолетовой краски, и розовой, вот здесь светлая кора, вот такая, можно даже капельку кадмия красного, для большей теплоты, внизу больше белилок, и здесь вот этот край, можно тоже вот такой, но больше белилок, вот здесь, нужно кистью единичкой, коричневый слегка с желтым, вырисовать вот такие темности, и потом цвет зелени кинуть, здесь слишком грубые, их нужно подкорректировать, фиолетовый с коричневым, можно либо с розовым, нужно мелкой кистью прорисовывать, вот такие мелкие детали коры, и потом зеленая травяная, кадмия желтый, капельку белилок, нужно кисть поменьше взять, сначала можно более зеленоватый кинуть, меньше белилок, вот такой прям зеленый кинуть, потом с белилками, можно и сюда чуть-чуть такого добавить, желательно это делать мелкой кистью, вот такой кистью единичкой, аккуратненько добавить, нужно смотреть, чтобы и не слишком яркое было, и не слишком темное, лучше постепенно выйти к самому яркому, лучше на следующем сеансе даже добавить яркости, стараюсь оставлять такой плотненький мазочек, чтобы кора была пастозна, это дополнительно приблизить дерево к нам, будет, точнее говоря, будет такое ощущение, что дерево ближе к нам, за счет своей фактурки, оно будет смотреться более реалистично, вот эти деревья тоже делал, Марс оранжевый, слегка с фиолетовым, вот эти деревья, более теплые, здесь похолоднее тень, больше фиолетовой, фиолетовая можно даже с индиго, а вот эти потеплее сделал, нанес, вытер кисть, слегка низ растушевываем, усаживаем наши деревья, здесь чуть-чуть темного кинуть, в принципе, кору мы вырисовали, можно мелкие веточки, с длинным ворсом возьму кисть, и вот такой мелочи кинуть, для большей детализации, формат небольшой, телефон даже толком не влавливает, но они есть, и вот здесь тоже, и вот здесь, я той кистью сделал, что мы начинали, пушистой той, и потом беру больше, кармия желтого, пастозно снова-таки, и стараюсь вот такие небольшие листочки поставить, более светлой краской, да, и теневая, кстати, теневая тоже, светло-фиолетовая такая, фиолетовая, вот здесь, где проходит тень, тень от вот этих деревьев, я сейчас ее, и здесь вот так она заходит, а вот здесь, снова-таки тень от вот этого дерева, фиолетовый слегка вразбили, здесь заходим, темно-зеленый, если на травке, темно-зеленый, слегка с фиолетовым, это тень от вот этого дерева, здесь темный, желтый с коричневым, капельку зеленого, вот здесь, где тень, это листва в тени, здесь много оттенков, темно-зеленый, темные листья, слегка вот так с фиолетовым, вот такая тень, темно-зеленая, вот здесь, можно с коричневым, зеленая, слишком плотно, тень стараемся делать, повторюсь, темная делать, менее плотным мазочком, а светлые участки делать, более плотным мазком, вот здесь теперь, больше белилок, вот этот фиолетовый, слегка с коричневым, вот так, перебедим, где чуть-чуть темная, слегка вот так закручиваем к низу, показываем, что это подъем небольшой, вот здесь, где есть листва, здесь травка, травка такого же цвета, как листья, коричневатые, желтые, зеленоватые, и вот здесь, тоже, вот такие коричневатые, коричневый с оранжевым оттенки, листья, которые упали, лежат листья в водичке, светло-фиолетовый, фиолетовый, краплак, вот такие есть оттенки, темно-фиолетовым, чуть-чуть можно выйти сюда, розовиночкой, фиолетовая, где в тени, зелень, темно-зеленая, на землю можно, вот здесь больше, оранжеватого кинуть, коричневатого, поиграться, добавить вот таких, разнообразных оттенков, есть белила, коричневый, капельку фиолетовый, можно, фиолетовый, либо индига, он сделает, слегка, серую, землю, ну, сама краска будет такая, серая, здесь, желтый, с белилками, мы это разбирали, я просто его, чуть-чуть, подкорректирую, с розовиночкой, вот здесь, можно, вот так, мазочки, выводить, слегка, вот сюда, под наклоном, чуть-чуть, вот так, сейчас, докидаю, светлые листвы, основное, мы разобрали, если, что-то, непонятно, пишите, в комментариях, вот такой, теперь, надо, листву, добавить, именно, стараюсь, вырисовывать, листики, темное, просто, закрасил, менее, плотно, а, вот это, делаю, более, плотный, мазок, теперь, мне нужно, чуть-чуть, добавить, зеленоватых, оттенков, в принципе, все, готово, теперь, чуть-чуть, зелени, добавлю, темное, зеленого, голубая, с желтым, зеленая, травяная, с желтым, еще, такого, чуть-чуть, добавить, у нас, в принципе, будет, все, готово, коричневато, желтого, вот, здесь, накидать, такую, листву, тоже, плотный, мазок, делаю, показать, что она, прям, плавает, на водичке, здесь, тоже, таким же, где, у нас, может быть, листва, чуть-чуть, докидать, вот, такого, где, кисть, держу, вот, так, и, прикасаюсь, набираю, красочку, и, прикасаюсь, много раз, и, на друг друга, мазочек, разбивает, и, получается, такая, лепка, похоже, что, там, много, листиков, кора, более-менее, готово, вот, так, повырисовываю, подкорректирую, кору заодно, и, здесь, уже, ярким, здесь, нужно, вот, такой, и, вырисовываем, листики, да, намажется, можно оставить, на второй сеанс, здесь, накидать, еще, травку, тоже, вот, такие, листочки, понакидывать, оттенки, уже, понятно, если, закрасили, допустим, коричневый, теплый, можно, с красным, и, корректируем, слегка, с фиолетовым, если, что-то, нужно, исправить, вот, такая, теневая, будет, повторюсь, потому, что, от листвы, когда, просвечивается, свет, из-за, листочков, получается, более, теплая, в общем, все, я, чуть-чуть, ускорю, доработаю, возможно, вообще, оставлю, возможно, на втором сеансе, еще, что-то, разберем, на этом все, друзья, второй сеанс, я не стал снимать, потому, что, ну, там особого смысла нет, у каждого ведь получится по-разному, поэтому, ну, смысла большого нет, если захотите, уже доработаете, я еще слегка приболел, мне тяжело озвучивать, поэтому, на этом все, друзья, всем спасибо за просмотр, спасибо за лайки, за комментарии, пишите картины, пишите их с удовольствием, главное, друзья, крепкого здоровья вам, счастья, мира, здоровья, добра, удачи, друзья, до следующего видео, пока. Субтитры сделал DimaTorzok